всем привет на данном канале высказывается субъективное мнение а по данной тематике хотелось бы даже уточнить я не являюсь профессиональным юристом может быть это кстати позволяет на этот вопрос посмотреть с иного ракурса в интернете появилось очень много видеороликов и статей на тему человека что и приводит к определенному коллапсу начнем с самого понятия юриспруденции многие воспринимают юриспруденцию порой как номинальный инструмент при взаимодействии государства гражданина государства фирмы фирмы с фирмой фирмы гражданина гражданин с гражданином причиной такого отношения является недопонимание структуры права и конкретных возможностей того или иного субъекта права а непонимание приводит к банальному уровню решалова с помощью денег и связей то есть правильное знание и умение обращаться с правовыми нормами дает свои бонусы отстоять свои интересы через правовое поле то есть оградить себя от противоправных деяний должностных лиц и привлечь к ответственности за противоправные действия для начала попробуем разложить иерархию законодательных документов по силе их воздействия самых слабых и к самым высшим на самой низкой ступеньке находятся нормативные акты министерств и ведомств если это касается жизни яркий пример это силовые ведомства в виде милиционеров и гаишников которые представляют свои документы и потом уже начинают аргументировать свою деятельность по этим нормативам следующий уровень постановления правительства еще выше указы президента еще выше законы кодексы которыми регулируются отношения юр лиц и физ лиц федеральные законы и конституция которая является вершиной пирамиды взял специально второй пример это законодательную систему республики казахстан чтобы понимали что везде все практически аналогично на самой низкой ступеньке находятся нормативные правовые решения местного управления и различных комиссий чуть выше нормативные правовые приказы руководителей ведомств и государственных органов опять те же министерства потом нормативные правовые постановления правительства чуть выше находятся правовые указы президента еще выше нормативные постановления парламента, консолидированы законы республики и указы президента, имеющие силу закона, кодексы республики, еще выше находятся конституционные законы и законы, вносящие изменения и дополнения в конституцию. И снова на вершине находится конституция страны. Низшие законодательные нормы не должны противоречить более высшим. В странах главный закон – это конституция, и ему подчинены все законы, которые не могут ему противоречить. Неужели это вершина права? Оказывается, нет, в конституции есть упоминание о международном праве. Для начала посмотрим конституцию Российской Федерации. Пункт 4, статья 15. Вообще признанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации является составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяется правило международного договора. Текст говорит сам за себя. Следующая конституция – это конституция Республики Беларусь. Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет общепризненных признаков международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. Конституция Украины. Статья 9. Действующие международные договора, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, является частью национального законодательства Украины. Как мы и заметили, помимо международных договоров есть понятие международного права. А там сам черт нову может сломать. И хочется бежать от этого законодательства без заглядки. Но не так все страшно, а там есть четкая иерархия. Иначе бы ничего бы не работало. Не могли бы быть разрешены коллизии права. Порой некорректно воспринимать международное право только как отношения между государствами и между компаниями. Дело в том, что в государственных законах часто нам говорится о гражданине, физлицо, что это является одним и тем же, и юрлицо. Это компания. Но оказывается, юрлицами являются и госорганы. То есть в государстве регулируются отношения между двумя субъектами права. Юридического лица и физлица. Юристы, конечно же, в курсе. А вот в Конституции, на высшем законе государства почему-то всплывает третий субъект права. Человек. Но он не прописан в низших государственных законах. И многие думают, что человек и гражданин один и тот же субъект. Про человека написано мало. Непонятны его права и обязанности. Но он явно более свободен, в отличие от гражданина. И его статус регулируется явно не госорганами. То есть он находится в ином правовом поле. Попробуем разобрать, кто же такой человек. Откроем Википедию и читаем. Человек. Общественное существо, обладающее разумом и сознанием, а также субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Возник на Земле в результате эволюционного процесса антропогенеза. Детали которого продолжают изучаться. Читаем, что же такое антропогенез. Антропогенез – часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного, атлантинского Homo sapiens, отделившегося от прочих гамин, человекообразных обезьян и плацентарных млекопитающих. Процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека. Грубо говоря, одна из версий появления человека – это от обезьян. То есть, по сути, человек – животное. Что косвенно и продвигается марсийской теорией. Есть следующее представление. Человек – это живая система, представляющая собой единство физического и духовного, природного и социального, наследственного по жизни приобретенного. То есть, вторая версия – это как система духовная. Это как система физическая с наличием духовного. Что дает небольшой намек о Боге. Как ни странно, получается, два варианта человека. Первый – это обезьяна, то есть человек, животное. И второй – человек, который создан Богом. Но этот человек должен соответствовать определенным характеристикам. Кстати, и эти два варианта – человек, животное и человек, созданный Богом – представлены в законодательстве. А вот теперь, куда идти за подтверждением и как оформить бумаги, что вы человек, оставлено в ваше рассмотрение. Даже если вы имеете много финансов и можете позволить себе купить любые бумажки, но некорректное понимание и применение прав человека дает неожиданные последствия. Разберем один из документов, который, на мое личное мнение, оформлен некорректно. Еще с начала 2016 года выдается свидетельство суверена. Я не против выдачи документов, которые позволяют человеку быть свободным, но если он некорректный, то этим документам смогут подтереться. Итак, во-первых, печать. В честь чего именно такая печать? На каком основании, какой реестр, что это за юрлицо или пизлицо, или человек составляет такие вот формы? Второй вопрос. Если здесь идет опора на международное право, и декларацию прав человека, которая зарегистрирована в ООН, то на каком основании здесь стоит символ ООН? Они что являются? Представителями ООН. А если они являются представителями ООН, то я вас могу огорчить. Сотрудники ООН являются обычными гражданами, а гражданин не может заверять, что ООН является сувереном, чужевым человеком, как здесь выражается. Посмотрев на этот документ, просто-напросто возникает элементарный вопрос. На какие документы опирается данное свидетельство? Это очень интересный вопрос. Я не против активной деятельности и за оплату за труд. Но здесь большое НО. Качество хромает. Неправильное оформление бумаг несет печальные последствия, а те, кто наживаются на подделках, сами себе копают яму. Но я не тот, который может читать вам морали. Давайте подведем итоги. В государственном праве основным является публичное, а ну же административное право, а также частное гражданское право. В них регулируется отношение физических и юридических лиц с помощью законов, приказов и кодексов. Конституция регламентирует права и обязанности юридических и физических лиц. И человека ни к чему не обязывает, а только предоставляет для него условия жизни. То есть человек находится в ином правовом поле, не в юрисдикции государства. Отчасти о правах человека прописаны в естественном и божественном праве. Основной закон права «Будь личностью, то есть будь свободен, но уважай личность других свободных существ». Этим для права устанавливается граница, которую оно не должно переходить. Оно может принуждать личность, но не более, чем сколько это нужно для свободы других. Тема, конечно, очень интересная и жизненная, поэтому в данном вопросе рано ставит точку. Не так страшен волк, как его рисуют. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»